Пожарный порядок И вообще, конечно, у нас было найдено, что вы думаете, что, как-то, у нас есть спец, что у нас есть спец. И вот этот, который мы видим, это было бы на 20-е дни. Может быть, мы убедим, что он, который будет открытия зимой, Мы тоже сегодня в Соборске, вот здесь есть третий вариант, который будет с отелем. Это очень специально, и первое вопрос, это будет ли, как мы будем отрабатывать. Это будет ли, как мы будем отрабатывать. Бачите все в батареях по проекту. И таки, и даже скидки от отеля. Поэтому оно обучается, как мы использовали аэрографию. И даже даже если это не будет. Мы уже прибыли в Риме. Для нас это очень важная тема. Потому что плавание, вы знаете, у нас есть Бойченко. Мистер Матерлян. Да. Второй встречает до пятого села. И мы хотим иметь новых Бойченков. Они будут. Вот один из новых Бойченков. Денис Силантьев. Да. Поэтому этот объект, который мы работаем с отелями, мы работаем с отелями. И там надо. Мы очень рады, что вы есть. У нас есть дороги. У нас есть три миллиона дороги. Четыре. Четыре. И глава комитета строительства Сергей Скоратовский. Я думаю, что мы посилим этот объект. И на перспективу. Мы, как вы видите, примесение собачи. Мы принимали бренд. Мы взяли бренд. Убер,습니까? Для тетям, как вы готовы. Тут будет и корень умови для тетям. Мы проводим их зашли. Мы проводим межнародные взмогания Бойченко. Убер, так можно, где вы. Мы находимся в одном отелями. В Одессе. В первом городе. То есть мы должны понимать. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это пилотный проект, уникальный проект, в районном центре, в первом в Украине делается такой чудовый басейн. Ранее в областях были басейни, и те сегодня закрывают и не утрекают. А мы показываем пример для всей страны, как нужно дбать о здоровье наших детей. Я когда-то вырос в интернете, у нас не было ни басейна, ни речки. Я плавал, потому что я хочу, чтобы наши дети плавали и были здоровыми. И чтобы все брали примеры из баштата. Что можно, когда хочет, найти возможность для того, чтобы инвестировать и спорить спортивную инфраструктуру. Здесь родом чемпион света плавания Семен Бойченко. И в баштанце не было спортивной инфраструктуры. Когда сюда приехал мой коллега Денис Силанцов, которого тоже называли мистер Бахеттян. Я думаю, что он сейчас тоже имеет право на это. И вот именно за нашей общей инициативой Андрей Водатурский, Денис Силанцов, Мисева Влада. Уси объединяли усилия для того, чтобы дать нашим детям чудовую инфраструктуру. Но это только начало. Это, в первую очередь, открытый басейн. Потом, как мы почули, будет закрытый. Когда говорят, где взять деньги на утримание. Новые технологии, новые возможности. Тоже сонячие батареи. И будет возможность обигрывать его. Плюс мы планируем, чтобы открыть спортивный интернат в Бахтанке. Чтобы талановые дети занимались, тренировались. И сделать как Олимпийскую деревню. Но очень важно, чтобы до этой Олимпийской деревни было доехать. Уси вы ехали по этой дороге до Бахтанка. И увидели эту дорогу. Это ключевое завдание. Перетворить эту дорогу из дороги смерти на дорогу життя. И отремонтировать ее. Мы с вами назад будем ехать. Включим прямой стрим на Facebook. И я вернусь и до Гройсмана, и до президента, и до Автодору. И мы покажем им эту дорогу. Чтобы они видели по этой дороге. Из Миколаева через Кривий Рег до Днепра ездят тысячи и тысячи автомобилей. И что там остается после того, когда проехать по этой дороге. Поэтому развитие, если мы хотим остановить оттек молодежи. Чтобы люди не текали из села. Розвитие городов. Такие проекты, как в Бахтанке. Спортивные проекты. Это возможность, чтобы люди жили. Когда есть социальная сфера. Когда есть спортивная инфраструктура. Когда есть работа и достойная зарплата. И была спортивная школа. Чтобы дети не по генделиках тинялись. А занимались спортом. Чтобы не кололись, не пили, не курили. А встановлювали новые рекорды. Чтобы советная миколаевская земля. Украинская земля народжувала новых чемпионов. Новые достижения. Новые олимпийские вершины брали. Вот какой должен быть политика. И что мы хотим иметь в будущем для нашей страны. Я обратился до всех других миров. Берите пример с Бахтанки. Шукайте. Кто хочет, то и шукает возможности. А кто не хочет причины. Нашли возможность в Бахтанке сделать басейн. Чому другие районы не могут это сделать? Если захочут, то смогут. И вот возможность молодь здорово выховывать. Вот возможность развивать инфраструктуру. Люди будут приезжать. Смагания будут проводить. И развиваться наше родное село и глубинка. Потому что все несут гроши до Киева. Хватит у Киеви грошей. Несут гроши в Бахтанку, в райцентри, у села и селища. Там тоже люди живут. И они тоже хотят и спортом заниматься, и достойно жить, и достойно зарабатывать. А то все тягнуть до столицы. Столица має бути в каждом уровне життя, в уровне социально забезпеченной инфраструктуры. Треба столицу робить в каждом райцентре. Поэтому дякую мэрии, мэсцевой владе, баштанке, за ту великий приклад, який вы делаете для всей страны, что можно и в райцентре сделать чудовый баштан. Мы вас поддерживаем и будем дальше помогать. В этом году за нашу инициативу с Вадатурским был выделен черговый транш на социально-экономический развитие. Мэсцевая громада финансирует, областный бюджет финансирует за рахунок социально-экономического развития, 3 млн. уже прийшло за нашою пропозицією. И мы сделаем все, чтобы в этом году басейн в баштанке был открытым. И нехай вся страна не просто застричь, а берет приклад и сделает именно в каждом райцентре, чтобы была здоровая нация. Чтобы мы в этом глобальном мире не славились первыми местами по туберкульозу, по наркомании, по заболеванию на разные эпидемии, а чтобы мы славились новыми чемпионами, новыми досягнениями, молодою, активною, здоровою молодью. Я окремо хотел бы поблагодарить Денису Силанківу, моему члену команди, нашому українському чемпіону, який тут був, який повністю підтримує цей проект и показаю приклад. Кроме того, ми разом спільно в парламенті добиваємось прийняття законів для відновлення спортивної інфраструктури, звільнення від сплати земельного податку, податкової пільги, коли бізнес владає у спортивної інфраструктури. Чому важлива спортивна інфраструктура і здоровий спосіб життя? Щоб в кожному селі був хоча б мині садівок, в кожному райцентрі дитяча спортивна школа, в кожній області чим більше басейнів критики і відкритих, тим краще. Тому що чим більше спорту, тим більше фізкультури, тим здоровіша молодь, а значить радісна сім'я. Тому що як кажуть, як ти больний і дурний, ти нікому не треба. Горе тій сім'ї, де хворі діти. Щоб були здорові діти, вони повинні з дитинства займатися спортом, зарядкою, інфраструктурою і усім іншим. Я вандатурсько питаю Андрію, скільки віддіжмешся від пола? Каже, ну разів 25-30. Ось я віджимаюся за один підхід 35 разів. А у нас є приклади, коли діти на уроках фізкультури падають, свідомість втрачають. Чому? Тому що їм нема де займатися спортом. Тому що державі байдуже здоровий спосіб життя і розвиток інфраструктури. Кажуть, на це нема грошей. Гроші треба якраз в першу чергу і виділяти. На здоров'я, на освіту, тому що це найкраща інвестиція в майбутнє нашої нації. Добре плаваєте, Олег Володимир? Я не вмію плавати, я вже сказав. У вас в пракції чемпіон міра і ви не можете плавати. Філантів мене вже четверте рік агітує навчити плавати. Я добре можу плавати в жилеті, коли ногами відчуваю землю. Як тільки втрачаю, плавати не маю. Насправді не так смішно. Я хочу, щоб діти в Баштанці і в Україні вміли плавати. Тому що коли я виховувався в діддом і в інтернаті, в мене не було ні басейна, ні навіть річ. Замість річки було болоти. І тому, на жаль, не навчився плавати. От я хочу, щоб інші діти мали можливість плавати, займатися спортом, тенісом, щоб здоровий спосіб життя вели і щоб у них не було сім проблем, як у мене колись у дитинстві. Щоб в їхньому дитинстві була уся інфраструктура, щоб їхнє дитинство було щасливе наших українських дітей. Що тоді буде щаслива кожна сім'я і щаслива Україна. За те я вмію настольний теніс грати. В інтернаті ракетки фанерні були такі самі, виточували і грали у настольний теніс. Тому що дітей не учать плаву, він не допрацьовує. Направимо міністр спорту, щоб масову фізичну культуру впроваджувати, здоровий спосіб життя і щоб наші діти хорошо плавали. Я хочу кращим будівельникам, які роблять важливу роботу, ми хочемо вручити грамоти і премії за важливу їхню роботу для наших дітей. Подякую, нагороджується бригадир монолітників, бетонщик Устиловський Іван Валерійович. Піддякую і премії. Скажи, що премія ще до подяки. Піддякую. 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 Піддякую про здоровий спосіб життя. Піддякую. Піддякую. Спорт дает не только здоровий людям, не только здоровий детям. Это очень большая процедура. Там, де развивается спортивна інфраструктура, там уменьшается детская восстановління. Там дети с детства учатся ставить цель добиваться этой целью. Это поможет нам всегда успешно научиться детства, а как добиваться своей мечты. Даже, если они стануть большими чемпионами, они стануть теми людьми, что сможет не только в спорте себя провести, но и в луке, в действительности, во всех своих направлениях. Но единственное, что он приучает с детства. Поэтому как раз в практике Радикальной партии, Олег Валерий, это наша команда, мы делаем effort, чтобы развивать и реализировать детский спорт, физический и вольтинный спорт, чтобы подбирать детей и судить. Сегодня мы действительно бьем все рекорды, к сожалению, в Европе по непоспространению к родительству и заболеванию детской действительности и многому другому. Сегодня не нужно искать причин сложной экономической ситуации, сложной политической. Нет, нету обговоров для того, чтобы развивать спорт и сделать наше детское здоровье правильно. Пан Мерн, я вам хочу сказать, что вы очень приятны с той посередине. Я хочу сказать, что вы очень приятны с той посередине. Баштан, я вам хочу сказать пока. Олег Валерий Китал, с 3 миллиона, давно уже приезжали кращу в него. Да, я привыла кращу в друга, я бы это раньше доеду. Это было возможность, чтобы сегодня продолжить работу. Я хочу сказать, что вы правильно скажете сегодня наши народные депутаты, действенный спорт и все. Я вирос на Одессе, народился в Силе. Вчера учил на этот год, выступает там в Божий Гребако-Госкопе. У нас там поставлена борьба на высокий рейт. В Силе 147 человек в Силе, в Силе, в Силе, в Силе, в Силе, в Силе. Поэтому я тоже благодарен, что сегодня и Андрей Валерий Китал, и вам, и дядю Силе. А мы дякуем вам, что вы турбуетесь за ваших людей, за вашу громаду. Вы очень правильно делаете. Люди видят результат, что не просто там, кто-то про себя думает, а вот, объединяли с усилем. Причем, обратите внимание, никто тут не говорит о партии. Потому что у нас одна партия здоровых наших детей и счастливых семей. Вот, какая должна быть партия. Партия развития нашей родной страны. И каждое село и селище. Потому что, когда шукаешь штучные приводы, чтобы выгадать, чему они не делают, Нема причин, правильно Силе, как я сказал. Не может быть жодных витравданий, чтобы объяснить, чему наша дитина не занимается спортом. Чему дитина позволяет играть в футбол, чем заниматься плаванием. Кажут, нема грошей. На все інши гроши есть. На зарплаты прокурорам, судям, чиновникам грошей есть. А на то, чтобы дети по генделиках не тинялись, а занимались спортом. На это грошей немає. Мы изменим эту политику. Держава будет пріоритетом мати здоровый спосіб життя, фізкультура, спорт, массовая физическая культура. Иван Валерьевич Усиловский. Есть? Да, есть. Витаю, друзья. Водяка от Ляшка. Велика премия. И до вас одна вимога. Работы выполнять качественно и сроки. Домовились? Да, молодец. Молодец. Подякую. Під Ляшка награджується 500 метров. Арматурник. Питає. Вот нам в країні треба більше арматурників, монтажників, будівельників і менше колорадів дармоїдів. Молодець. Молодець. Подякую. Награджується великий Павло Володимирович техник з монтажу та ремонту. Павло, дуже молодець. Подъяки. Сберегайте. Станете, что президентом будете онукам показывать. Сберегайте подъяки. И главное, качество работы. Не сделайте качество работы, заберу подъякуть в 10 раз больше премии. Потому что все качественно должно быть. Молодцы. И всему коллективу приветствую. Дивлюсь за мечтами тракторист. Принесите часы из машины. Я вам свой час подарю. Годинник и Пляшка. 100 годов життя. Где 2 гривни? Видите, людей далели, не заробивши. Заробите за себя 2 гривни. Потому что за годинник надо давать. Хай вам и вашим дитям на ступке 100 годов життя. Там плечка есть? Давайте. Потім скажут, оббирай немножко трудовых людей. Слушайте, я сделаю так, чтобы у вашей печени было достаточно денег. Чтобы у вас была достойная зарплата. За выстрелы. Подготовьте, что я сделаю годинник. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вадимос. Люди добрые, вы все слышите? Так, что вы слышите? Так, что вы слышите? Плюс дорога, дорога. Мы вместе с Андреем Вадатурским ехали в машине. Ну, конечно, это... Песня. Правильно. Нет, нет. Я думаю, что, по-перше, мы приедем в вересня открыть басейн. Для чего вы запрошуете, мы приедем. Друге, сегодня мы направим к уряду, к Украфтодору про ремонт цей дороги. Мы сделаем это для того, чтобы ремонтировать эту дорогу. Протяженность дороги 130 км, за три года ремонтировали 27 км. Откратить грибут лопатою, вместо того, чтобы ремонтировать дорогу. Дорогу життя. Можем сделать дорогу от Миколаева до Днепра дорогою життя, до баштанков. Дорогою життя. Чтобы до вас ехали люди на сбагания. Просто посмотреть ваши чудови краеведи, чтобы бизнес развивался. Потому что, ну, по этой дороге, кто доедет. Який тут бизнес. Там, где есть дорога, там есть развитие. Где нет дороги, нет развития. Сделаем, чтобы был развитие. До встречи, друзья. Дякую, что вы приедете. Так, друзья. Дякую, что приглядываете. Это прямой эфир. Редакция «Голос Баштанщини» на цьому объекті побывала. Не помиляюся, зараз будуть ехать на баштанский сирозавод. Я там, на жаль, не буду. Зараз займатимусь статтею про дороги у баштанців. Читайте коментар працівника міської ради щодо тих фотофактів, які публікував Андрій Шумилу у группі Баштанка. Я відразу скажу, що, ну, прям, ідеальної відповіді вам не буде. Декому вона, звісно, не сподобається. Але буде публікація у суботньому номері газети. Якщо прислужба Олега Ляшка надійшла інформацію про цей візит на суботу, ну, тоді будуть дороги на четверговий номер. Тому, прошу вибачення, вибачення, раптом ви цього не побачите. Отже, ще раз нагадую, зараз був тільки що запис, ну, верніше, прямий ефір візиту Олега Ляшка, лідера радикалів, народного депутата України до Баштанського району. Зокрема, він переглядав, як же ж будується басейн у нашому місті. Разом із Олегом Ляшком є наш депутат по 130-му округу Андрій Вадатурський. І також є Денис Селантєв, народний депутат, який, до речі, був теж у Баштанці в минулому році. Будете розказувати, ми Ляшка бачили, яке враження на вас враження, але в цьому не біють. А ви зверніть цього саму вказати. Андрій, вже зрозумілося. Так, вставайте, я що ви кажете. Віж дівчата, ось так, і мене, і мене. А світле майбутнє буде в нашій країні, коли отак будемо робити, як у Баштанці. Дбати про здоров'я, про соціальну сферу, про робочі місця, про добробут. Ось так і буде світа майбутнє. А коли будемо побиратися і попрошайніше, які все прочитати, які бідні і нещасті, дайте нам кредит, дайте наркоману. Світло майбутнє не буде. От приклад для всієї країни, що треба робити. До зустрічі, друзі. Дякую. Друзі, отже візит відбувся. Як ви бачите, зараз автівки поїхали. Вибачаюсь, перемикав камери, чесно кажучи заплутався деяка камера. Могли побачити мою фізію, отут вибачайте, прямо на весь екран ваших смартфонів чи телефонів. Ну, не важливо. Отже, завершився огляд басейну, який здійснював лідер радикалів Олег Ляшко. Нині вони поїхали оглянути Баштанський сирзавод. Я думаю, що пресслужба Олега Ляшко надасть інформацію для публікації в газеті, але, в принципі, ви ось зараз мали можливість все побачити на власні очі, що як відбувалося. Дивлюся, було у нас в прямому ефірі рекордно 40 чоловік. Такий прямий ефір був за чисельністю, здається, під час Дня Перемоги. Там також було багато людей переглядало. Отже, це друга, можливо, перша, а вже на першому місці серед кількості переглядів в онлайні ефіру. Дякую вам. Працював для вас Василь Гонта, редактор районної газети «Голос Баштанщини». І ще раз прононсую, суботній номер газети – це «Наші дороги» або ж Олег Ляшко. Були запитання у прямому ефірі щодо стану дороги Н11, чи Олег Ляшко їздив цією дорогою. Якщо ви уважно слідкували за його коментарем, якщо там було чутно все добре, то ви могли почути про те, що дорога – жах. І він пообіцяв, нібито, як буде повертатися назад до Миколаєва, він зніметь стрім і покаже це Гройсману там, Укравтодору, чи Служби автомобільних доріг, і зі зверненням, що необхідно її будувати. Ну, із його коментаря про цю дорогу, мені сподобалося те, що в його промові була інформація про якість доріг. Тобто, якщо будуть якісні дороги, то буде багато приїжджати до нашого басейну майбутнього. І казав також він, що буде побудовано спортивну школу, здається, школу, чи, можливо, ін по-інакшому, назвав про дитячу спортивну школу, де якраз буде працювати на базі басейну. Все. Дякую вам, друзі, що переглядали. Всього вам найкращого. Части!